По еврооблигациям в долларах, то есть по нашим оценкам, в принципе, нужно еще минимум 1,5 миллиарда привлечь в этом году для того, чтобы профинансировать действие бюджета. То есть действительно по суммам, которые заложены в бюджете, на необходимую, то есть получается 2,5 миллиарда очень меньше, чтобы эту общую сумму потянуть, но тем более. Это тот минимум, который необходим, поэтому думаю, что мы еще увидим новый выпуск еврооблигаций, скорее всего, это будет 7-летний. Судя из текущей кривой, из того, куда приходят основные погашения по еврооблигациям, свободный год, достаточно свободный для 2018, то есть можно ожидать 7-летних облигаций. Высокая вероятность, что правительство останется на этом варианте. Есть спрос на такие долгие бумаги? Вы знаете, спрос есть, потому что, в отличие от 2020-2008 года, повысилось, конечно, риск-авершен, неприятие риска, уровень неприятия риска, но все равно денег в мировой экономике много. Эти деньги куда-то инвесторы будут вкладывать, и хотят вкладывать. В период паники, как бы, первоначально уже прошел, очень сильно повысился спрос на золото, то есть оно сейчас растет, но уже, по крайней мере, нет. Люди уже, вроде бы, немножечко так успокоились, ищут альтернативы по золоту, которое достигло Саваркита и Швейцарскому франку. Поэтому, в принципе, я думаю, что спрос будет. Ну, конечно, рассчитывать на то, что будут такие условия, которые в первое полугодие нельзя, но выбрал удачный момент, нужно разместить облигации по доходности в 7 процентов, чуть-чуть выше 7 процентов. Мы говорим про 7-летнюю бумагу. Опять же, очень много будет зависеть от именно смогу Украина попасть в этот вопрос. Ну, учитывая, что рынок очень волатильный, сможет ли Украина попасть в благоприятный период. Потому что, ну, учитывая, что есть большие риски снижения цельной сталь, улучшение макроэкономической ситуации, все-таки было бы выгодно сделать это размещение уже в ближайшее время. Пока... Это внешнее размещение? Да, внешнее размещение. Тем более, что на внутреннем рынке сейчас разместить вряд ли что-то удастся уже в ближайшие месяцы. Ну, потому что тут уже придется балансировать на эту тему, чтобы давать возможность правительству разместить, да, чтобы дать возможность разместить, нужно отпустить ликвидный факторской системы, вот, и таким образом подставить этот удар валютный рынок. Мы думаем, что валютный рынок в данном случае будет больше приоритета.